Добрый вечер всем! Подождем пару минут всех, кто потянется. Сегодня у нас такая онлайн-вечеринка. Тема, правда, не самая драйвовая. Обсуждать летний не будем, спорить про 5G не будем. Теории заголовов обсуждать не будем. Но все же, я думаю, будет интересно. Так, отлично. Напишите, пожалуйста, всем ли видно и слышно, для того, чтобы понять вообще у кого как, что со связью. Или поставьте плюсик, что все окей. О, отлично. Тогда предлагаю начать. Тема у нас сегодня про налоги и как не наделать ошибок при старте бизнеса. Целью у нас будет не столько разобрать налоговую систему, сколько понять структуру, каким образом и на что нужно обращать внимание, для того, чтобы выбрать правильно. Что значит выбрать правильно? О, я прошу прощения, я не представилась, поэтому я немножко так сверну начало. Меня зовут Яна, я специалист в финансовой области более 20 лет. На текущий момент я занимаюсь финансовым сопровождением малого бизнеса. И данная тема, она, ну, пожалуй, самая популярная по запросам. Поэтому решили, ну, так скажем, понести ее в массы, привнести. Тема по налогам обычно не самая веселая. И моей персональной целью будет, чтобы вы в течение трех минут не уснули. Буду стараться этого достичь. Итак, с чего начнем? При организации бизнеса вам нужно решить два вопроса. Первый, как выбрать тип компании? И второй, какую же систему налогообложения выбрать? Вопрос вроде бы как простой, потому что формы всего две, и П, и ООО. Тем не менее, все не так тривиально. На что мы будем с вами обращать внимание? Мы определим факторы, которые влияют на процесс выбора. По каким параметрам? Их не так много, они достаточно простые. Все, что вам нужно сделать, это не попасть под ограничения, которые смогут тормозить ваш бизнес прямо на старте. Не усложнить себе жизнь, процессы и документы оборот. Потому что в первый год вам и так придется решать одновременно множество вопросов, набирать людей, вести переговоры и так далее. Просто не нужно усложнить себе еще больше. Иметь конкурентную ценовую гибкость. Пока это, наверное, не очень понятно, как зависит от налогов, тем не менее, взаимосвязь есть. И мы ее разберем очень детально, когда будем разбирать и рассчитывать кейсы по налогам. Основной целью, безусловно, это выбрать минимальную налоговую нагрузку. То есть совсем не платить, наверное, не получится, хотя этот вопрос мы тоже обсудим. Но выбрать наименьшее. Минимизировать дополнительные расходы при сопровождении бизнеса. Что это означает? Вы вроде как уже составили плюс-минус какую-то финансовую модель. Но вы должны знать, какие расходы у вас могут возникнуть при организации, при введении определенного, ну так скажем, типа юрлица. Итак, поехали. Повторюсь. Организаций всего две для малого бизнеса. Это индивидуальный предприниматель и ООО. Кардинальная разница в этих двух понятиях в следующем. ИП, несмотря на то, что может вести предпринимательскую деятельность, является физлицом. И регулируется он всеми законами, которые относятся именно к физическому лицу. ООО – это уже компания, которая является юридическим лицом. Причем учредить ее уже могут несколько участников и быть собственниками одной компании. Это, пожалуй, самое важное на старте. Теперь мы с вами обсудим факторы, которые нужно обязательно учесть, прежде чем принимать решение, что и какое юрлицо вы будете открывать. Вернее, какую компанию. Прошу прощения. Факторов, которые, ну, мне очевидно, возможно, у вас будет еще какой-то опыт, если есть, напишите в комментариях. Но факторов всего четыре. Первый – это вид деятельности. Второй – требуется ли лицензирование. И, пожалуй, ключевой фактор – кто будут ваши клиенты, с кем вы планируете работать как минимум в первый год. И нужно обсудить, для того, чтобы принять взвешенные решения, какие плюсы, минусы, бонусы, ограничения есть у разных типов компании. Начнем с первого – вид деятельности. Почему важно? Ну, во-первых, вид деятельности вы должны обязательно обозначить при регистрации выбранного типа компании в налоговой инспекции. Без этого вас не зарегистрируют. В чем есть затык? Не все виды деятельности доступны для ИП. Есть ограничения. Например, ИП не позволено заниматься частной охранной деятельностью. ИП имеет ограничения на деятельность, связанная с фармацевтикой, с некоторыми медицинскими услугами и некоторые другие. Поэтому, если вы идете в эту сферу, вы должны обязательно посмотреть, нет ли ограничений. Тогда у вас, в принципе, выбор будет понятен. Это будет ООО. Как выбрать для того, чтобы зарегистрировать? В России существует общероссийский справочник, который называется АКВЭД, в котором достаточно детально прописаны по сферам деятельности все возможные коды. Что вам нужно сделать? Вам нужно определить достаточно подробно свои виды, чем вы хотите заниматься. Например, для ИТ-деятельности есть аж два целых раздела, 62 и 63, и даже частично есть 58 виды деятельности, которые, например, для меня не очевидны. Есть создание программного обеспечения, есть продвижение в интернете, есть консультации, есть создание баз данных и так далее. Все это имеет разные коды. Как найти? Справочник находится в свободном доступе. Вы можете его посмотреть на ресурсах на локру или код аквэд, либо просто найти в любой поисковой системе. Единственное, на что обратить внимание, это на актуальность этого справочника, для того, чтобы не возникло проблем. На что обратить внимание? Видов вы можете выбрать неограниченное количество. Но основной вы должны указать тот, по которому, как вы предполагаете, у вас будет больше всего дохода, не менее 60%. В принципе, риск, особенно в первый год, это не несет, если вы ошибетесь, на следующий год вы можете переназначить. Если у вас возникает новый вид деятельности, или вы что-то упустили, или решили изменить, то в любой момент вы можете подать заявление в налоговую о внесении изменений в ваш вид деятельности. Это можно сделать в любой момент, ограничений не существует. Как только вы определились, чем вы будете заниматься в ближайшее время, вам нужно проверить, не подлежат ли эти виды деятельности к лицензированию или необходимости каких-то сертификатов. Эта тема более серьезная, потому что как раз штрафы и за нарушение ведения деятельности без лицензии достаточно серьезные. Если вас проверят и выявят, что вы работаете и ведете деятельность по тому типу, который подлежит лицензированию, могут вообще закрыть компанию, пока вы не оформите. Если же это будет повторно, то в общем и целом штраф достаточно существенный. Они доходят до 3 миллионов рублей и могут дойти, в принципе, до рассмотрения уже даже в уголовном суде. Как посмотреть? Есть закон, в котором прописана перечень видов деятельности, которые подлежат лицензированию. Его название приведено в данной презентации, и вы, в принципе, можете получить потом презентацию, посмотреть, если у вас есть сомнения по выбранным вами видам деятельности. Переходим, наверное, к основному моменту, который является определяющим для принятия решений, какой же все-таки тип компании вам выбрать, это с кем вы предполагаете работать. Если, к примеру, вы собираетесь оказывать услуги населению, как-то там, программное обеспечение, ремонт компьютеров, или вы открываете какой-то салон красоты, или еще что-то, то ваши основные клиенты – это физлица. Ну, или малый бизнес, если вы, например, оказываете услуги каким-то компаниям, тоже по сопровождению, или ремонтам, или настройке определенных систем и так далее, для них будет определяющим фактором цена. Им не понадобится ни ваша правовая форма, ни определенная отчетность, ни какие-то документы, но за исключением, конечно, в бизнесе вы должны всегда все оформлять какими-то первичными документами. Если же вы планируете уже в первый год выходить на серьезный рынок с крупными компаниями, особенно с государственными компаниями, то вам явно нужно обратить внимание на то, что данному сектору важно наличие компаний, которые работают с НДС. Очень важно наличие правильно оформленных документов. Также данные компании имеют свои внутренние регламенты и ограничения, которые тоже имеют определенный порядок. Законом ничего не запрещено, но чаще всего они предпочтут компанию, которая достаточно давно на рынке, которая является юрлицом. Кроме того, например, компания «Газпром» или «Атомный сектор» или еще что-то, требует оформления дополнительных сертификатов, иногда даже в своих сертификационных органах. Если же вы хотите принимать участие в тендерах, то ИП тоже не запрещено участвовать в тендерах. Но для того, чтобы подать документы на торговую площадку тендерную, есть определенные условия по обязательному наличию отчетности. А у ИП есть большой бонус. ИП освобождены от обязанности вести бухгалтерский учет и сдавать отчетность как юрлица, то есть баланс, отчет о прибылях, убытках, движение капитала и множество еще другого. Поэтому и взвесьте, кто у вас будет основной клиент. Именно из этого вы ориентируетесь, потому что те плюсы, которые, например, имеет ИП, с точки зрения простоты ведения деятельности, учета, отчетности и вообще взаимодействия, могут стать непреодолимым ограничением для выхода на сотрудничество с крупными госкорпорациями. Теперь рассмотрим, какие есть отличия, плюсы и минусы у двух типов компаний – ИП и ООО. Ограничения по видам деятельности – первый фактор. У ИП есть ограничения по применению некоторых видов деятельности. И ООО же может вести деятельность любого направления без ограничений, то есть полномасштабно, чем хотите, тем и занимайтесь. У ИП есть, на мой взгляд, очень большой бонус, особенно для начинающего бизнеса – это отсутствие обязательного введения бухгалтерского учета. Вы не должны ввести какие-то регистры, налоговый учет, ввести двойную запись, давать кучу отчетов, деклараций и так далее. То есть это упростит вашу жизнь, безусловно, на первичном этапе. ООО, безусловно, живет по-взрослому. То есть все документы, порядок хранения, оформление приказов, сдача отчетности и так далее. Большой бонус по ИП – это возможность использовать свои средства, которые у него есть в наличии на расчетном счете. Вне зависимости, являются они уже прибылью его или нет, он может снять любое количество средств без ограничений со своего расчетного счета. ООО, так как это юрлицо, опять же, он может, любой учредитель может получить средства в рамках заработанной прибыли за отчетный период только через дивиденды. И здесь есть две сложности. Мало того, что дивиденды должны оформляться определенным приказом и, опять же, только в сумме, не превышающей сумму заработанной прибыли, и еще заплатить налог уже как физическое лицо с полученным дивидендом в размере 13%. Неприятно, но факт. Дополнительные расходы, которые потребуются на сопровождение ИП и ООО, опять же, у ИП гораздо все проще. Вам, безусловно, потребуется бухгалтер, который будет сдавать декларации. Деклараций немного, но если у вас будут сотрудники, то вы будете обязаны сдавать декларации в фонды пенсионный, соцстрах, медицинский фонд и так далее. Есть онлайн-сервисы, которые это позволяют сделать, например, «Мое дело». Но все-таки лучше, особенно на первичном этапе, возможно, по знакомому или каким-то образом, озаботиться поиском бухгалтера. Это будет все-таки надежнее. Ну, или аутсорсинговой компании. ООО порядок и доп. расходы несколько шире. То есть для того, чтобы зарегистрировать ООО в налоговой инспекции, вам потребуется составить устав, где вы пропишите определенный порядок управления данной организацией, кто у вас директор и так далее и тому подобное. На сегодняшний день, в принципе, даже на сайте налог.ру и на многих других ресурсах есть образцы готовых уставов. Но все же для того, чтобы не возникало сложности или отказов от налоговой инспекции, лучше обратиться к юристу. Это дополнительный расход. После регистрации компании в течение 30 дней вы должны внести на свой расчетный счет сумму уставного капитала. Если, наверное, перевести на такой обычный язык, это те деньги, которые вы как бы вкладываете при организации лица. Таким образом фиксируете то, что оно ваше. Опять же, для регистрации ООО вам понадобится официальное юридическое лицо, то есть договор аренды. Это тоже будет стоить денег, даже если вы не будете там находиться, вам нужно будет тогда купить какой-то массовый юрадрес и так далее. То есть в любом случае это будет постоянный расход, который будет у вас ежемесячно. Кроме того, так как ООО это юрлицо и все по-взрослому, вы будете обязаны вести бухгалтерский учет. Для этого потребуется учетная программа, которая тоже стоит денег при покупке, и ее каким-то образом все равно нужно сопровождать. Деньги не очень большие, но все же они будут на регулярной основе. Но опять же, бухгалтер и онлайн-кассы есть у обеих типов компании, если вы работаете с наличными деньгами. Это обязательный порядок. Исключением является только ИП, которые не планируют набирать сотрудников. У таких ИП есть отсрочка до июля 2021 года и право работать с наличными деньгами без применения онлайн-кассы. Теперь ответственность. Раньше самым большим минусом индивидуальных предпринимателей была полная имущественная ответственность. Полная имущественная, в том числе собственная имущественная, как только квартира, машина и все, чем он обладает как физическое лицо. Потому что он и есть компания. Индивидуальный предприниматель, физическое лицо. На сегодняшний день ситуация немножко выровнялась в другую сторону, потому что ввели понятие субсидиарная ответственность для компаний, не только для ООО, но и для других форм. И ввели закон о банкротстве физических лиц. Если вы все-таки, не дай бог, вот так вот сильно прогорите, то вы можете подать на собственное банкротство. Таким образом вы сможете сохранить имущество. Что такое субсидиарная ответственность? Ранее любое юрлицо несло ответственность только в части убытков. И только в части тех долей, которые внесены в уставный капитал. Сейчас же, если вдруг кто-то из ваших поставщиков подаст на банкротство, то у вас появится субсидиарная ответственность. И вас тоже могут привлечь к полной имущественной ответственности, в том числе и личным имуществам, как физических лиц. Не могу назвать, например, что это есть плюсом, минусом. Все вот эти различия между правовыми формами. Просто в одной части это будет для вас плюсом, в другой для вас это будет минусом. Единственное, конечно, здесь большой бонус. Это отсутствие обязательства ввести бухучет для ИП. Это упростит жизнь, конечно, на начальном старте и не будет отвлекать ваше внимание. У меня вопрос. Есть ли какие-то вопросы по первой части? Потому что я постаралась довести информацию максимально кратко, сделав акценты только на факторы, на которые вам нужно обратить внимание. Анализировать вы их будете, исходя из собственного видения, как вы предполагаете вести бизнес и так далее. Я постаралась рассказать только области, в которые вам нужно посмотреть. Если есть вопросы, напишите. Если нет, то мы перейдем уже к следующей теме. Ознакомимся с системами налогов, которые есть. И попробуем уже замоделировать в кейсах, как они живут, как работают. И как понять, какая налоговая система подойдет именно вам. Нет, для всех ИП вопрос следующий. Нужна ли касса, если пока нет сотрудников? Только заказы под конкретные задачи под ГПХ. Нет, ГПХ это по сути дела услуга. То есть вы можете нанять как физическое лицо, как юридическое лицо и так далее. Это не является сотрудником. Сотрудником это трудовой договор, который вы заключаете с физическим лицом. Вы платите за него все соц. взносы и вы платите ему зарплату. Договор ГПХ зарплатным не является. Это договор на оказание услуг. Вы покупаете услугу, и не важно у кого, у организации или у физического лица. Поэтому в данном случае считается, что у вас нет сотрудников. У кого-нибудь еще есть вопросы? Или мы можем перейти уже к следующему блоку, к самому, так скажем, скучному и нудному. Это про налоги. Но я обещаю, что скучно и нудно не будет. Для приема платежей онлайн обязательно нужна онлайн-касса. Это верно. Вы знаете, сервисы онлайн вообще делятся на несколько. То есть онлайн-касса в данном случае не очень нужна. Если у вас есть расчетный счет, то здесь есть несколько вариантов. Вы можете подключить себе платежные сервисы. Это не является картой, которая будет вам, как интернет-эквайринг, например, зачислять ваши деньги на счет. Но это не будет регистрироваться через сервис онлайн-касс. Я понятно рассказала или нужно как-то уточнить? Тогда перейдем к налогам. На сегодняшний день в России действует пять видов систем налогообложения. Мы подробненько остановимся только на двух. Расскажу почему. И по касательной пройдемся по третий. Одно время самым популярным налогом, особенно для маленьких торговых точек, с небольшим количеством народа, был ЕНВД. К сожалению, данный вид налогов с каждым годом ужесточается. Вырезаются новые критерии, которые не позволяют его применять. В Москве он практически уже неприменим. И планируется, что он будет полностью отменен с начала 2021 года. Поэтому, наверное, его обсуждать, в общем, не очень актуально. Единый сельскохозяйственный налог мы тоже не будем сейчас обсуждать, потому что это достаточно узкоотраслевой налог. Мало кому, наверное, интересен. Остается три основных. Это основная система налогообложения, упрощенная и патентная налоговая система. В чем разница общей системы, основной и упрощенной? Разница, в общем-то, только в одном. У СН освобожден от начислений, формирования оплаты НДС. Это немаловажно. Мало того, что это будет влиять на вашу цену. В. Это достаточно жестко регулируется документооборотом, правильностью заполнения, правильностью расчета. ПСН живет несколько иначе, чем любая другая. Во-первых, определен жестко тип деятельности, определен на уровне региона, прописан подробно, а также ограничен по максимальному годовому доходу. Но есть и плюс. Мы о нем, так скажем, остановимся подробно, когда перейдем к льготам региона, которые установлены непосредственно в Санкт-Петербурге. Итак, все эти системы применимы в малом бизнесе. Единственное ограничение ПСН может применять только ИП. Ни одно юридическое лицо не может уже применить патентную систему налогообложения. Что является малым бизнесом? Малым бизнесом являются организации, которые имеют годовой оборот не более 150 миллионов в год, численностью сотрудников не более 100 человек и ограничены стоимостью имущества 150 миллионов. Это в основном, наверное, актуально бизнесу, который планирует открывать производственные мощности или что-то связанное с транспортом, то, что действительно дорогостоящее. Всем остальным, наверное, имущество 150 миллионов не очень актуально. Вообще, в принципе, не будет являться каким-то ограничением. Итак, в первый год жизни, я думаю, что если вы не стартуете прям вот каким-то глобальным масштабом, вы все являетесь малым бизнесом, то есть до 150 миллионов. Если же все-таки вы в первый год, ну или в какой-либо другой, при применении упрощенной системы перепрыгнете этот порог, то с этого года ввели очень неплохую тему, которая всегда являлась узким местом при выборе вообще упрощенки. Если вы перескачете свой доход 150 миллионов, то есть ограничения до 200 миллионов, то есть вас не переведут на другую систему. Раньше же это было достаточно жестко, то есть если вы превысили доход 150 миллионов, вам-то насчитывали все по полной, как на общей системе налогообложения. Данной таблице приведены примеры налоговых ставок, которые сейчас определены законодательством, то есть максимальные ставки, которые могут быть. Почему акцентирую именно на этом? Многие ставки по налогам отданы на откуп в регионы, то есть регион вправе устанавливать ставку меньше, чем определено на федеральном уровне, но не может больше. Здесь в ставках налогов, вот именно конкретно в этой таблице, приведены ставки, которые определены федеральным законодательством не более чем. Из этого давайте приближимся, наверное, по основной системе налогообложения, потому что здесь равные ставки налогов для ИП и ООО. Почему? Опять же, потому что ИП является физическим лицом. Соответственно, со своей заработанной прибыли он заплатит не 20% как юридическое лицо, а 13% как физическое лицо. Это тоже бонус, если вы вдруг будете работать с какими-то компаниями, в которых будет очень принципиален НДС, но не с госкорпорациями и так далее, то, безусловно, вам, наверное, будет более выгодно открыть ИП, потому что налогообложение у вас будет все-таки немного поменьше. Теперь упрощенная система. Упрощенная система имеет вариабельность. Вы можете платить 6% с налоговой базы доходы, то есть со всего оборота, который вы получили и который прошел через ваши расчетные счета. Здесь очень важно помнить, что есть понятие продать и есть понятие получить деньги. Вот налог рассчитывается с того, с чего вы получили деньги. Это очень важно, пожалуйста, вот это запомните. И 15% с налоговой базы доходы минус расходы. Что это означает? Если, например, у вас торговля, то вашими расходами в первую очередь будет являться стоимость закупленного товара. Также расходами будут являться все экономически обоснованные расходы, которые несет компания. Это зарплата, страховые вносы, аренда и прочие какие-то расходы, которые у вас возникают в рамках ведения деятельности. То есть платить вы будете по сути с прибыли, то есть доход минус все расходы. И здесь есть небольшая ложка дегтя. При данной выбранной системе дохода минус расходы 15% есть ограничение. Если вы получите убыток, то вы все равно должны будете заплатить бюджет не менее 1% с общего дохода. Теперь про соцвзносы на сотрудников. Если у вас есть сотрудники в штате, то кроме зарплаты вы будете обязаны платить на них отчисления в соцвзносы. Это пенсионный фонд, соцстрах, медстрах и так далее. Общий процент составляет 30%. И здесь в наше нелегкое время есть приятный бонус. Указан президента введено в действие о том, что разработать налоговые инспекции закон с понижающей ставкой. То есть предполагается, что соцвзносы в ближайшее время будут составлять 15%. При этом, как было обозначено, это мера не временная. Это время на долгосрочное, так скажем, сотрудничество для того, чтобы каким-то образом вообще поддержать малый бизнес. Пока законопроект еще не вышел, поэтому с какой даты будут действовать пониженные проценты пока неизвестно. Но если ориентироваться на те моратории вообще по оплате налогов, то вообще было озвучено, что это вводится с марта месяца. Будем надеяться, что и пониженная ставка будет также введена с марта месяца. И здесь для ИПшников тоже есть ложка дегтя. Ведет деятельность индивидуальный предприниматель, сколько он заработал. Или заработал ли вообще, он будет в любом случае платить минимальный соцвзнос за себя в год 40 874 рубля. Поэтому, если вдруг вы еще не решили действовать, не надо заранее открывать ИП. Открывайте уже тогда, когда у вас все уже готово и вы хотите запустить деятельность. Иначе вы будете так или иначе в обязательном порядке платить эти взносы. Не общей суммой сразу, но по квартально авансовыми платежами. Перейдем к более приятному. К льготам, которые действуют в нашем регионе. На будущее, я думаю, что возможно вы будете открывать не единожды юрлицо, но каждый раз вам нужно будет смотреть, что изменилось и как применить. Прежде чем выбирать для себя какой-то налоговый режим, посмотрите, какие льготы действуют в регионе. Потому что, например, вот рассматривая эту таблицу, очень хорошо видно. Обычно все выбирают режим 6% с дохода, потому что 15% уже вроде как много. В Санкт-Петербурге при УСМ доходы минус расходы налоговая ставка составляет 7%. И это существенно изменяет подход при выборе налоговой системы. Кроме того, для налогового режима ПСМ, то есть патентная налоговая система, обозначена налоговая каникулу и ставка существует 0%. Единственное, что виды деятельности достаточно ограничены, и годовой доход у них тоже ограничен. Но здесь есть большой плюс, что если у вас есть разные виды деятельности в рамках одного юрлица или даже ИП, вы можете совмещать налоговые режимы. Единственное, что придется вести немного разный поток по разным счетам или по разным вообще по учету, в книге доходов и расходов, в каком виду деятельности находится. То есть вы можете выбрать, например, что один вид деятельности вы ведете на ОСН доходы, а второй вид деятельности вы ведете на ПСН. Таким образом у вас будет, в принципе, достаточно серьезная льгота, потому что деятельность, которая на ПСН, будет иметь нулевую ставку. Мы подобрали документы, они лежат в библиотеке Ингри. Если кому будет интересно, вы можете обратиться к модератору и получить доступ. Там есть все указанные законы по Санкт-Петербургу, где указаны виды деятельности, максимальный доход для применения ПСН, не только. Обращаю внимание о том, что существуют пониженные ставки по соцсносам для IT-сферы. Как их применить и как их получить, также есть дополнительные приложения в библиотеке Ингри. Там есть определенные условия, вы должны будете зарегистрироваться в Министерстве как техническая организация в области инноваций, получить определенное подтверждение. У вас должно быть сотрудников не менее чем 7 человек, и тогда вы сможете применять пониженные ставки по соцсносам. Но в связи с тем, что их и так понизили до 15, они стали уже, конечно, не так привлекательны. Но, возможно, их тоже понизят в 2 раза, они станут 7. Выбрать, пометьте, наверное, себе этот вопрос, возможно, он тоже будет приятно решен. Пока такой информации по льготам для IT-сферы, что они тоже снижаются, я пока не видела нигде информации. Теперь мы перейдем, наверное, к самой веселой части вообще нашего вебинара сегодняшнего. Это давайте учиться считать налоги. Очень часто задают вопросы, почему-то достаточно регулярно, какая налоговая система лучше. К сожалению, ответа на данный вопрос нет. Каждый индивидуальный бизнес, направление и так далее будет иметь свою лучшую систему. И ее оптимальность будет измеряться только одним. Количество налогов этой суммы. От чего они зависят, вот это мы сейчас и разберем. Сейчас я выведу таблицу экселевскую. Если есть вопросы, например, в целом по налогам, вы напишите, прежде чем мы начнем считать. Возможно, мы очень многие отработаем в процессе, когда мы будем смотреть конкретно цифры, факторы, определенные условия и как от этого изменяются налоги. Так, пока мы будем смотреть конкретно. Вопросов пока я не вижу, кроме записи. Да, запись вебинара будет, я думаю, что будет рассылка, в которой будет указана ссылка, где лежит запись. Тогда давайте перейдем с вами к расчетам. Это моя любимая часть цифры для финансиста, это фетиш. Просьба написать, видно ли всем будет доступ к файлам. Так, рабочий стол не работает. Давайте поговорим немножко про подход и немножко теории. И тогда вам будет легче и в будущем, и сейчас понимать, на что вам надо обращать внимание, когда вы считаете. Если вы, в принципе, идете в бизнес уже осознанно, и вы каким-то образом привлекали инвесторов, или рассчитывали, сколько вам денег надо, или что вы ожидаете получить в первый год, вы наверняка, даже если не делали какой-то финрасчет, вы прикидывали, так скажем, на коленке, как у вас плюс-минус что будет. Для того, видно всем табличку. Поставьте плюсики, если всем все видно в табличке. Если что-то не так, то тоже напишите для того, чтобы можно было там выровнять или видимость улучшить. Давайте с вами определим сразу налоги. Это, по сути дела, конечная станция, когда уже все посчитано. То есть вы понимаете доходы, у вас есть какие-то расходы, и только тогда вы уже считаете налоги. Потому что налоги считаются от какой-то базы, либо от прибыли, либо с доходов. Что нужно для того, чтобы прикинуть, какой у вас будет доход? Сверху приведен пример для услуг. Я взяла для примера салон красоты. Это услуги. Я предполагаю, что я наберу 10 сотрудников. Условия нашего взаимодействия, они все у меня будут в штате. И будут получать сделку 50% от стоимости услуги. Стоимость услуги я назначила 1000. Почему 1000? Цена определяется двумя факторами. Либо идя от каких-то расходов, предполагаемых, плюс наценка. Либо ограничение у вас идет с другой стороны. У вас есть конкуренты и определенный какой-то ценовой диапазон. Я решила, что в моем районе среднюю стоимость услуги парикмахера стоит 1000 рублей, 1100, 1200. Я остановила, что у меня будет стоить 1000. Так как загрузка никогда не бывает в рамках 100%, я определила, что она у меня будет максимально возможная. В размере 80% от всего времени работы моего салона. Таким образом, я прикинула, что у меня выручка составит 960 тысяч. Откуда она сложилась? 10 человек, 8-часовой рабочий день, работают 2 через 2, умноженное на 1000 рублей и умноженное на 80% всего рабочего времени, которое только возможно. Себестоимость в части услуг обычно является стоимость услуги. Чаще всего услуга оказывается людьми. Соответственно, себестоимость услуги складывается из оплаты персонала и соц. взносов. Оговорюсь. В данном примере я показываю картину в идеальных условиях. У меня все в штате, зарплата абсолютно белая, все по-честному, все прозрачно. Соответственно, себестоимость моей услуги составляет 624 тысячи. Все доходы и все расходы для всех систем налогообложения абсолютно одинаковые. И у меня есть постоянные расходы, которые я обозначила как 150 тысяч в месяц. Это аренда, материалы, мне нужны расчески, лаки, ну и что еще требуется, салон курсоты для того, чтобы стричь и делать счастливыми людей. У меня получилась прибыль, одинаковая для всех видов деятельности, 186 тысяч рублей. А вот теперь начинается самое интересное. Так как налоговая база разная, условия разные, у меня получается следующая тема. Опа, налогов нет. Внизу показана чистая прибыль после уплаты налогов. Прошу прощения, немножко съехали формулы, сейчас я просчитаю, какая же у меня еще будет налоговая нагрузка. И вот сверху по строке налоги мы видим, сколько налогов мы заплатим государству при разных системах. В данном конкретном расчете самая наименьшая налоговая нагрузка будет по системе УСН доходы минус расходы. Именно потому, что ставка сейчас 7%. Если я, вот например, для примера, приведу и поставлю 15%, ситуация изменится кардинально. Данная система будет совершенно невыгодна, она будет дороже, чем общая система налогообложения для ИП. А теперь начинается самое интересное. При системе УСН доходы есть клюшечка, так называемая. Вы, несмотря на то, что у вас налогооблагаемая база с дохода, вы можете поставить и уменьшить свой налог с дохода до 50% от уплаченного налога по соцзносу. То есть, вот для примера, у меня соцзносы составляет 144 тысячи. Я могу уменьшить свой налог с дохода, который обозначен цифрой 57600, ровно в половину. То есть, вот минус 28800. Но при этом раскладе у меня все равно, для данного примера, самой выгодной системой будет УСН доходы минус расходы. А теперь посмотрим, как будут влиять различные факторы. Я определила, что я очень щедрая и буду платить своим сотрудникам 50% от цены услуги. Я получила прибыль и понимаю, что мне мало. Мало. Я меняю вот здесь вот в условиях, условия оплаты 40%. Давайте, наверное, сделаю так, чтобы было видно предыдущие цифры, чтобы можно было сравнивать. Я обозначила предыдущие. И теперь я поменяла, что я буду платить только 40% от цены. Смотрите, насколько увеличивается и изменяется моя прибыль. Я снизила оплату сотрудникам на 10% и мой доход увеличился на 70%. Почему так? Потому что, а, у меня уменьшилась зарплата, также у меня уменьшились и соцзносы. То есть мой доход напрямую зависит от всех параметров. Сколько я буду платить сотрудникам. Какая у меня будет система вообще оплаты труда. Если у меня оклад, это одна ситуация, что сколько бы я ни заработала, я все равно заплачу. Если у меня сделка, то люди будут получать в зависимости от принесенного компании дохода. В данной части есть вопросы, потому что дальше пойдет еще интереснее. Мы сейчас сюда завяжем НДС. Или может быть кто-то захочет на примере своего будущего бизнеса дать какие-то данные, которые мы здесь же и попробуем просчитать. Вопрос, как часто можно переходить с УСН на основу. Перейти можно на любую систему один раз в год. Внутри налогового периода с 1 января по 31 декабря изменить систему налогообложения невозможно. То есть если вы хотите поменять что-то на следующий год, потому что ваши предположения по вашим факторам будут другие, то есть у вас изменится наценка, доход, сотрудники и так далее, вы можете подать заявление до 31 декабря текущего года, установив ваш налоговый режим на следующий год. У нас есть просто в конце данной презентации определенная шпаргалочка, чек-лист, что нужно знать, о чем нужно не забыть. И там вот как раз ответ на данный вопрос, он зафиксирован. Кто-то пишет, поэтому я буквально возьму тайм-аут на минутку, чтобы ответить на вопрос и перейти к дальнейшему моделированию, уже введя параметры НДС. Может ли ИП получать деньги от компании не из РФ? Вы знаете, я, наверное, затруднюсь ответить на этот вопрос. Обычно нет никаких ограничений, кто может получать вообще, в принципе, средства не от РФ, потому что паспорта сделок вообще отменены как класс, остался только валютный контроль в банке, и в принципе, если у вас открыты, ну, так скажем, расчетные счета в валюте, сложностей не должно быть. Но давайте я возьму тайм-аут, я просто посмотрю этот вопрос. Очень интересно, но я, к сожалению, не сталкивалась, не знаю. Вы, может быть, оставите координаты, и я тогда отвечу вам просто там либо личным сообщением, либо куда-то на почту, ну, конкретно на данный вопрос, уже там с примерами, и если это возможно, либо есть ограничения, то есть, ну, подскажу, куда там что можно посмотреть или обратиться. То, что в рублях, например, вы можете получать от любого нерезидента, это абсолютно точно. Можете в валюте, вот здесь вопрос. Хорошо, а вы напишите тогда свои координаты, возможно, либо я в конце вебинара оставлю свою почту, и вы можете прислать вопросы, и я вам отвечу всем лично по почте, либо вы оставите свои координаты, ну, и мы уже там по мессенджерам договоримся, я отвечу. Сейчас еще кто-то пишет. Мне интересно, может быть, вы все-таки кто-то захотите предоставить какие-то вариации для того, чтобы мы замоделировали именно ваш кейс, там, ну, по вашим каким-то вводным данным мы посмотрели, например, какая система может вам подойти. Так, еще буквально минутку, и мы переходим. Просто я вижу, что кто-то пишет, поэтому хочется уже дождаться либо вопроса, либо, может быть, как раз вводных данных для кейса и перейти уже к следующему. IT-компания предоставляет услуги. Какие услуги и кому? Давайте вот прям пойдем по порядку. Сколько у вас сотрудников предполагается в первый год? Ну, вот по максимуму, сколько вы видите. Для того, чтобы прочитать, нужно какие-то исходные данные. Давайте я вам буду говорить, какая информация потребуется для того, чтобы прочитать, а вы уже... Так, пять человек. Будет ли у вас, ну, офис или какие-то постоянные расходы, или вы будете работать, например, там, ну, так скажем, либо удаленно, либо дома, либо там в каких-то каворкингах и так далее, для того, чтобы понять, будут ли у вас дополнительные расходы. И какой тип услуг вы предполагаете оказывать. То есть у вас будет программное обеспечение, которое вы будете продавать. Это будут регулярные какие-то клиенты на абонентской плате и так далее. То есть очень важно понимать, какой у вас будет ориентир по доходу, для того, чтобы понять, что будет себестоимость и услуги, кроме зарплаты. Может быть, ничего не будет. Может быть, это у вас там потребует каких-то дополнительных расходов. Продажа сервиса компанией. Хорошо, ориентировочный доход в месяц можете обозначить. И вы будете сервис оказывать удаленно, или вы будете, например, приезжать в офис компании, будете нанимать какой-то дополнительный персонал. 300 тысяч рублей. Ок. Система оплаты труда у ваших сотрудников будет сдельной, или вы будете договариваться на определенный какой-то фикс. Просто сориентируйтесь тогда, например, в ваш фонд оплаты труда, если это фикс. Сразу тоже скажу, что и презентация, и расчетные файлы, для того, чтобы вы могли, например, его себе скачать и поиграться дополнительно дома, ну, самостоятельно, также будет выложен в библиотеке Ingrid. Вы можете просто его скачать себе, ввести все вводные данные, да, и поиграться, как вам хочется. То есть все формулы завязаны автоматически, он максимально простой, то есть вы вводите в верхнюю часть таблицы просто ваши вводные данные, и у вас рассчитывается все остальное. Давайте мы тогда введем 300 тысяч рублей. Вообще, и фикс, и сделка для простоты, что-то надо выбрать. Ну, тогда хотя бы просто сориентировать, что если у вас месячный доход 300 тысяч, то сколько вы планируете платить вашему сотруднику в количестве 5 человек? Правильно ли я поняла, что 300 тысяч – это общий доход в месяц со всех услуг сервиса всем вашим клиентам? Нет, прибыль здесь уже не подойдет. Лучше все-таки обозначить именно доход и расход, потому что у вас соц.взнос, например, и система УСМ с дохода, она будет идти именно с дохода, а не с прибыли. Ну, 500 и миллион – достаточно большой разбег, мы можем попробовать и так, и так. Просто тогда сориентируйте по фото, и поиграемся и на 500, и на миллион. И если, в принципе, у вас есть понимание какой-то системы вознаграждения, вы тоже можете указать. Мы сейчас затронем еще один интересный момент, каким образом, например, особенно на первом этапе, часть людей не брать в штат, а работать как самозанятыми. Потому что договор ГПХ вы можете заключать как с физлицами, но если они не зарегистрируются как самозанятые, то вы за них будете платить и 13% и часть взносов. Если же вы наймете людей по договору ГПХ, которые зарегистрированы как самозанятые, то вы будете платить только их вознаграждение, а они уже отдельно будут платить свои налоги через, ну, так скажем, зарегистрированный сервис самозанятого. Для компании, ну, вот для вас это будет достаточно выгодно, вам нужно будет договориться просто о деньгах, которые они хотят иметь на руки, это будет выгодно и им, и вам. Так, я про зарплату не очень дождалась, ну, давайте тогда... Вы, возможно, не хотите озвучивать какие-то цифры, я возьму, например, что каждый ваш сотрудник будет зарабатывать 50 тысяч рублей. И мы как раз рассмотрим, как это будет, например, выглядеть, если они у вас будут в штате, и если вы их наймете как самозанятых по договору ГПХ. Я введу, чтобы не ломать формулу, например, следующую тему. У меня будет 5 сотрудников. Их зарплата будет составлять 50 тысяч рублей каждого. Загрузка персонала здесь будет полная, она не будет влиять. И, например, для того, чтобы заработать 500 тысяч, я предположу, что, например, у меня будет 100 клиентов. А стоимость каждой услуги у меня будет 5000 рублей. Тогда, изменяя, например, стоимость услуги или количество клиентов, у вас будет изменяться выручка ваша. Соответственно, количество клиентов 100 умножить на стоимость каждой услуги – это будет моя выручка. Вот мы предполагаем, что моя выручка будет составлять 500 тысяч рублей. Теперь мои расходы на сотрудников. Первый вариант мы рассмотрим, если я возьму сотрудников в штат. То есть у меня 5 сотрудников, их зарплата 50 тысяч. Зарплата составляет 250, стоимость взноса составит 75. И наши дополнительные расходы, пока заявлено 0, что их не будет. У вас в любом случае они будут какие-то там расходы на интернет, расходы там на телефоне или еще что-то. Они в любом случае не будут 0, но для примера мы рассмотрим именно такие. Итого у нас прибыль получилась 175 рублей. Теперь посмотрите. Ага, 100 кавштайте. Ну, мы можем поменять и на 100, просто если на 100 при выручке 500, то вы, в общем, уже и так в убытке. Вот я поменяла, если условие оплаты у вас 100 тысяч рублей, у вас, в принципе, ну, так скажем, нет налоговой нагрузки. Практически. Есть только положительная налоговая нагрузка на ОСН. Минусы здесь я поменяю формулу. К сожалению, я не думала, что мы будем рассматривать убыточный, там, например, вариант, да, как бы минусы у вас не будет, у вас будет просто 0 налоги. Поэтому давайте вернем пока на 50. Вы уже поняли, что при 500 вы не проходите при данных параметрах. И посмотрим, что подходит. В принципе, при вот данном раскладе у вас получается следующее, что у вас система дохода, и система дохода минус расхода дает практически одинаковую налоговую нагрузку. Тут разница буквально там пара тысяч рублей, она не критична, она двинется там при любом колебании. Но давайте теперь посмотрим ситуацию, когда вы тех же самых сотрудников возьмете не в штат, а как самозанятых. То есть вы не будете им ничего платить за них государством. То есть предположим, что их зарплата для того, чтобы они оплатили налоги, будет составлять 50 тысяч. Я поделила на налог, так скажем, 6%, которые они должны будут заплатить со своего дохода, если будут работать с юридическим лицом. И 4% люди заплатят, если будут работать с физическим лицом, в том числе и СП. И посмотрите, что получается. Что если у вас будут самозаняты, то все соцзносы уйдут в ноль. Ваша прибыль вырастает на 30%. И в данной ситуации, например, когда вы не платите соцзносы за сотрудников, у вас уже идет достаточно серьезный разрыв между выбором системы. То есть здесь для вас более применимо УСМ доходы минус расходы. Сейчас мы можем, например, взять и поставить, что у вас не 500 выручка, а миллионы. Посмотреть, как будет работать на этом. То есть при миллионе выручки вы имеете достаточно уже такую веселую картинку по доходам. Опять же, для вас именно при таких параметрах система УСМ доходы минус расходы более предпочтительная. Это при условии того, что все люди у вас не в штате. Если мы сюда сейчас проставим еще налоги, что они у вас все в штате, то ситуация будет немножко иная. В данной части пока всем все понятно? Или нужно что-то уточнить? Или появились какие-то вопросы? Если есть вопросы, пишите, чтобы мы прямо на примере все посмотрели. Отлично, кто-то пишет. Сейчас я буквально 30 секунд подожду. И мы тогда, наверное, перейдем уже... Ну, налоговая, наверное, для того и ввела, для того, чтобы давать людям возможность каким-то образом зарабатывать на фрилансе. Это же тоже не просто так. Единственное, на что нужно обратить внимание, посмотреть, нет ли ограничений по видам деятельности для самозанятых. Ранее такие были, потом их достаточно серьезно расшили. Поэтому нужно посмотреть, подойдет ли именно под ваш вид деятельности, например, самозанятый. Это не для вас, а для тех людей, которые имеют ли они право заниматься этой деятельностью, будучи самозанятыми. Я думаю, налоговая, особенно в текущем вообще режиме, когда многие люди остались и без работы, и с понижением дохода, точно не должна обидеться. Ну и не про обиды речь. Так, теперь давайте посмотрим про НДС, потому что это, пожалуй, наверное, самый сложный, замудренный вообще долог для нефинансистов. Почему? Вот пример. Давайте даже на этом примере остановимся. У вас, например, стоимость услуги определена как 5000 рублей. Всегда доходы и расходы считаются без учета НДС. НДС – это косвенный налог. Его как бы платит организация, но платит не со своего дохода, а в конечном итоге этот налог оплачивает конечный покупатель. Например, мы все покупаем продукты в магазине, на них на всех есть НДС. То есть, если бы магазин, например, работал по упрощенке, то продукт мне достался бы дешевле. И мы сейчас это посмотрим. Здесь мы рассмотрим два варианта. Это как раз тот самый случай, когда выбранная система налогообложения влияет на вашу цену и на вашу возможность гибко ее изменять в меньшую сторону, в особенности, если у вас высокая конкуренция. Например, у вас первый вариант – стоимость услуги, НДС, вы включите в цену товара. Что это будет для вас означать? Что вы на эту сумму уменьшите свой доход. То есть, у вас 5000 рублей будет включать НДС. То есть, реально ваша цена и ваш доход будут не 5000 рублей, а 5000 рублей. Сейчас я так сразу не сосчитаю. Выделить на 120, умножить на 100. Ваша цена будет реально составлять 4166 рублей. Остальное это будет составлять налог, который вы отдадите государству. И тогда ситуация становится, смотрите, сколько вы теряете. Например, вы ограничены конкурентной ценой в 5000 рублей. И при этом ошиблись и выбрали, ну не ошиблись, но возможно просто выбрали систему общего налогообложения. У вас два варианта. Назначить НДС сверху, и тогда стоимость вашей услуги возрастет с 5000 на 6. То есть, либо оставить цену без изменения, но она будет включать в себя НДС. И тогда вы, по сути дела, уменьшите свой доход. Вот по этой строке видно сравнение. Вот ваша прибыль без НДС со всеми налогами. И вот если она у вас будет включена в стоимость. То есть, ваша конечная прибыль уменьшится ровно на сумму НДС, включенного в цену. Если же у вас НДС будет сверху, на ваш доход это вообще никак не повлияет, но для клиента ваша услуга станет дороже. Поэтому, если вы работаете все-таки с физическими лицами или с малыми компаниями, лучше не применять общую систему налогообложения. Таким образом, вы можете завоевывать, ну так скажем, где-то отвоевывать клиент именно возможностью более низкой цены. Отдельно, если у нас хватит времени, здесь есть лист про НДС. И как вообще определять, выгодно, невыгодно и так далее и тому подобное. Особенно, когда вы отвоевываете свою позицию перед вашим клиентом, обосновываясь, что ему выгодно у вас купить, несмотря на то, что вы не являетесь плательщиком НДС. Если мы успеем, мы пройдемся. Но так вот здесь есть лист для примера, почему, например, не обязательно вам быть плательщиком НДС. И это тоже выгодно клиенту. Рассмотрим, если успеем. Если нет, то в общем и целом вы можете тоже это посмотреть. Если возникнут вопросы, вы также их можете задать. С НДС все понятно. В данной ситуации прошу запомнить только одно. Это либо увеличивает цену для клиента, либо снижает ваш доход. Если вы выбираете эту систему, то вы готовьтесь, что либо это будет дороже для клиента, либо вы будете меньше зарабатывать. Если такая возможность, собственно говоря, двигаться по цене или меньше зарабатывать, то тут уже ваш выбор. Не везде можно, так скажем, все-таки повышать цену. Иногда там даже 100 рублей для многих делают, так скажем, выбор в пользу другого поставщика. Особенно, наверное, сейчас, когда, так скажем, в стране у всех будет достаточно сложновато с деньгами в какой-то период времени. Надеюсь, недолгий. Почему все тогда не выбирают без НДС, отвечу. Есть ограничения именно для малого бизнеса. То есть вы можете выбрать упрощенную систему налогообложения, только подпадая под критерии малого бизнеса. То есть ваш годовой доход не должен превышать 150 миллионов рублей. Чаще всего компании, которые, ну, так скажем, выбирают НДС, это компании производственные, торговые и так далее, где, в принципе, предполагается изначально, что оборот будет выше. Можно ли работать с НОИСН и выполнять некоторые контракты с НДС? Нет, нельзя. Есть другая тема. Вы можете, если у вас, например, выручка за три периода не будет превышать 2 миллиона рублей, вы можете выбрать режим тоже ОСНО, но взять налоговые каникулы по НДС. И тогда вы можете регулировать, что некоторые счета фактуры вы будете выставлять с НДС. Но тогда вы будете заполнять все декларации, вести раздельный учет и так далее. Все-таки, если у вас есть такие клиенты, лучше тогда открывать два юрлица. Это будет гораздо проще. Вы даже открыв ИП, можете выбрать основную систему налогообложения, выставлять все документы с НДС, но не замешивая его в одно юрлицо. Совместить ОСНО и ОСН нельзя. И работая на ОСН, выставлять с НДС тоже нельзя, потому что по закону вы должны вообще, в принципе, и писать формулировку в связи с применением ОСН на основании главы, по-моему, 49 налогового кодекса, НДС не облагается. Больше пока вопросов нет, то есть с расчетами плюс-минус все понятно, что на что влияет, как считаем, как посмотреть. Так, отлично. Тогда давайте рассмотрим все то же самое, но на примере торговли. Ситуация и подход будет одинаков. Просто система подготовки данных, она будет несколько отличаться. Если в услугах, я напомню, вашей себестоимостью это является, по сути дела, зарплата, то есть труд, то в торговле или в каких-то товарных отношениях у вас себестоимостью будет стоимость товара, а все остальное вы отнесете в разряд условно-постоянных расходов. И, по сути дела, здесь есть точно такая же табличка с исходными условиями, в которых обозначено, что я, например, занимаюсь оптовой торговлей, у меня 5 сотрудников, но здесь у меня уже фикс, то есть доклад с НДФЛ. Я выбираю тему, что у меня наценка составляет от закупочной стоимости 100% и продаю ее в месяц в среднем 2000 штук. То есть параметры, которые вам требуются для достаточно быстрого определения своих доходов и расходов, это цена, количество и зарплата. Ну и наценка, с которой вы будете торговать, потому что, безусловно, от наценки будет зависеть тоже выбор системы налогообложения. Чаще всего, еще раз повторюсь, если бы вот здесь было 15, то при определенной наценке до 50-60% вам было бы удобнее выбирать именно доходы минус расходы, если выше, то уже, вернее, наоборот, до наценки 50-60% выгодны доходы, если наценка выше, то выгодны доходы минус расходы. Ну, таким образом мы получаем, наша выручка равна количеству на цену и на наценку. Будем считать, что вот мы зарабатываем в месяц 1.600.000, наша прибыль 475.000. И вот, собственно говоря, вариант. При тех льготах, которые сейчас существуют в Санкт-Петербурге, чаще всего практически именно из упрощенки выгодна система дохода минус расходы. Кроме того, если вы все-таки увидите какой-то вид деятельности, который определяется на патентной системе налогообложения, совместите эти режимы с упрощенкой. Просто какую-то часть доходов, с какой-то части доходов у вас не будет налогов совсем. В этом перечне есть IT-услуги. Нужно просто посмотреть расшифровку, что туда может входить. И тогда вы можете, возможно, разделить часть услуг под доходы минус расходы и часть услуг на ПСН и таким образом уменьшить свои налоги. Кроме того, ПСН, так как он 0, можно брать сразу на год. Просто если бы он был, например, там тоже с какой-то ставкой, то вы могли бы, например, патент брать на какое-то время, на месяц, на три и так далее. Таким образом, например, если вы не осуществляете деятельность, то и налога у вас нет. В этом достаточно большой плюс. Таблица абсолютно одинаковая, кроме, так скажем, исходных условий и порядок, каким образом у вас формируется выручка и себестоимость. Но итог один. При данных налоговых ставках в СПБ самая, в общем-то, выгодная система – это доходы минус расходы 7. Кроме того, если вы откроете юрлицо или ИП в 2020 году, то данные ставки будут действовать для вас в течение двух лет. Просто со следующего года практически все льготы для малого бизнеса предполагалось отменять. То есть моратория или налоговые каникулы на пониженные ставки действуют для поддержания малого бизнеса с 2015 по 2020 год. Для всех вновь зарегистрировавшихся. Возможно, что, опять же, с обстановкой будут какие-то послабления, их продлят, но на текущий момент это именно так. То есть только для зарегистрированных до конца 2020 года. А действовать они будут на протяжении следующих двух лет. Единственный момент, что два года являются налоговыми. То есть если вы даже сейчас зарегистрируетесь или в сентябре, то первый налоговый период – это до конца 2020 года. И в течение всего 2021 года. То есть не календарные года, а налоговые периоды. По кейсам все. Возможно, будут еще какие-то предложения, вопросы и так далее, которые мы тоже можем быстро посчитать или обсудить. У нас под занавес есть приятности, которые есть уже на сегодняшний момент. В связи, ну так скажем, не бывает худо без добра, или добра без худо тоже не бывает. Есть определенные приятности, вызванные достаточно сложной обстановкой сегодня в стране. Сейчас я подожду чей-то вопрос и расскажу про маленькие приятности. Видимо, длинный вопрос. Ефим, а уточните, пожалуйста, насчет раздельного учета, где можно посмотреть детали. Вы имеете в виду, как вести или как можно совместить разные налоговые режимы? Вы уточните просто, как вести. Это один материал, я могу вам его просто скинуть. А как совместить? Есть опять же в библиотеке Ingrid конкретно, какие режимы совместимы. Подождем буквально 30 секунд. Так, отлично, договорились. Тогда, по сути, оставьте тоже свои координаты, либо я в конце данного вебинара оставлю свой email, свой телефон. Вы можете обратиться, я направлю вам все материалы. Теперь про приятности. Ну, во-первых, наш технологический век, благодаря вам всем, потому что вы, в общем-то, развиваете именно сферу IT. Вы можете зарегистрировать и ООО, и ИП в онлайн-режиме, не выходя из дома. Причем при электронной регистрации отсутствует пошлина. То есть регистрация компании вам обойдется без госпошлины. Если вы пойдете лично, то за регистрацию ООО, по-моему, в Санкт-Петербурге, взимается 4000 рублей за ИП 800. Электронный сервис бесплатен. На сегодняшний день мне известны два сервиса. Это деловая среда Сбербанка, да, среда, которые регистрируют и ИП, и ООО, и банк Точка, который также предоставляет эти услуги. Причем по ИП порядок совсем упрощенный. Там перечень документов с НИЛС, паспорт, еще что-то. Если потребуется, то тоже есть кратко, что нужно для того, чтобы зарегистрировать на сайте. Ой, не на сайте, а на библиотеке Ингре. Там подробно написано. В принципе, если вы даже зайдете в сервис Дастрида, он сразу поддает по порядку, что нужно иметь. Все можно в сканах через электрон, все отправить. Также вчера интересовалась, открывала просто счет себе в ВТБ, и посмотрела, что некоторые банки уже начали вводить льготные условия для вновь, так скажем, обращающихся компаний. Не обязательно вновь зарегистрированы, просто если вы впервые обращаетесь в банк, предоставляете льготные условия для малого бизнеса, вплоть до нулевого обслуживания в течение года. Там есть ограничения по количеству документов, но для начинающих 30 платежек, например, в месяц, я думаю, что, возможно, больше и не будет. До 1000 рублей в месяц, если до 300 платежек. Поэтому тоже внимательно, прежде чем будете открывать расчетный счет после регистрации, посмотрите все возможные предложения банков. Выберите, безусловно, самый оптимальный, тем более ВТБ достаточно. Надежный банк, нужно посмотреть, что предлагает Альфа, они тоже идут на уступки. Ну и, безусловно, банк для малого бизнеса Тинькофф. Сегодня также увидела на портале «Досреда» о том, что Яндекс в поддержку малого бизнеса, так скажем, в рекламных целях, предоставляет бонус. Если вы оплачиваете в Яндекс.Директоре 1000, то вам доначисляется дополнительные 7, вы можете их использовать. Если вы обращаетесь и заказываете второй раз, и платите от 7000, вам начисляется еще 8. Сейчас есть целый раздел, как крупные бизнесы и госкомпании стараются поддержать малый бизнес, ну, какими-то дотациями, предложениями и так далее. Также рекомендую вам отслеживать эти новости, потому что, возможно, для вас будут интересные предложения, которыми вы сможете воспользоваться. Так, теперь у нас, по сути дела, завершающий момент презентации. Это как раз небольшой чек-лист, что важно не забыть. Так, а куда она делась? Здравствуйте. Сейчас, буквально одну секунду, почему-то загруженная презентация куда-то немножко делась. Это, так скажем, шпаргалка-напоминалка про некоторые важные моменты, которые стоит не упускать. Когда вы регистрируете компанию, обязательно не забудьте отдельное заявление на выбранную систему налогообложения. Потому что, если вы четко не обозначите, какую выбрали, по умолчанию вам будет присвоена общая система налогообложения по полной программе, как у взрослых с налогами, со всеми, с НДС, и полный комплект, как полагается. Как раз сменить систему налогообложения можно один раз в год, подав заявление в ФНС до 31 декабря текущего года, выбрав новую систему налогообложения на следующий год. Далее, нужно выбрать банк, открыть расчетный счет. Повторюсь, выберите, посмотрите, предложение, которое сейчас есть, есть вообще нулевое обслуживание, поэтому выберите себе удобный. Поменять и открыть другой расчетный счет, перевести все деньги, закрыть старый, делается в любой момент, это занимает буквально, так скажем, пару дней для того, чтобы вам все закрыли, оформили, перекинули, поэтому, в общем и целом, пробуйте, моделируйте, то есть экспериментируйте. Организация регистрации онлайн-кассы обязательно, и для ИП, и для ООО, ИП без сотрудников, возможно, без кассы, до 01 июля 2021 года. Опять же, могу предположить, что, возможно, тоже будут какие-то послабления в связи, так скажем, с какой-то ситуацией, но пока тоже этого нет. При возникновении нового вида деятельности, если вы что-то упустили, или у вас появилось новое, вы можете в любой момент подать, опять же, заявление на регистрацию нового вида деятельности в ФНС, предварительно не забудьте проверить, подпадает ли новый вид деятельности под вашу действующую систему налогообложения и выбранный тип компании, чтобы не ошибиться. Очень важный момент, который, на самом деле, очень часто забывается, и за это получаются, ну, так скажем, ненужные, совершенно неприятные штрафы. Даже если вы не ведете деятельность, что на ООО, что на ИП, вам обязательно сдавать декларации и отчеты. Для ИП это только декларации, там, например, на людей нулевые или еще что-то, то есть на ООО полный комплект документов, как положено, просто нулевые. Но сдавать обязательно в установленные сроки. Не забывайте. В библиотеке Ингрид также предоставлен документ, который называется «Календарь бухгалтера» на упрощенной системе налогообложения. Просто на основу, вы можете взять прямо на «Лок.ру», там он достаточно просто расшит и конкретно, что когда сдавать. Лежит, какие документы, в какой срок вы должны сдавать. Следующее. Если нет деятельности и сотрудников нет, то ИП все равно уплачивает страховые взносы за себя. Поэтому, если вы еще не начали действовать, не надо заранее создавать ИП. Если вы, например, наоборот, решили закрыть ИП, открыть ООО, перевести, вернее, деятельность, сразу закройте ИП для того, чтобы вам не начислялись лишние налоги за просто так. Это очень неприятный момент. На самом деле, лишние траты просто на ровном месте. Повторюсь, приятность. Для ИП ведения двух учета не обязательно, но обязательно ввести книгу доходов и расходов. Она в упрощенном виде. Вы можете ввести ее даже письменно, купив определенный формат этих бланков, либо ввести электронно. Никуда ее сейчас сдавать не надо, но у вас ее могут запросить в любой момент для проверки, и вы будете обязаны ее предоставить. Кроме того, если вы выбираете систему налогообложения «Доходы минус расходы», то, по сути дела, у вас эта книга должна быть вообще обязательна. При этом документы на расходы тоже обязательно подшивайте, для того, чтобы вы всегда могли подтвердить о том, что этот расход был действительно произведен. Ну, небольшая как раз напоминалка, что если вы берете сотрудника в штат, вы должны оформить с ним отношения путем подписания двустороннего трудового договора. Два раза задублировано. Надо убрать. Если вы, опять же, набираете в штат сотрудника, то вы должны уведомить фонд социального страхования о том, что у вас нанят сотрудник, они таким образом ставят на учет и проверяют, делаете ли вы отчисления. Ну, это вот, пожалуй, такие самые часто встречающие вещи, про которые все, ну, либо забывают, либо, возможно, кто-то не знает, но которые могут, так скажем, приносить неприятности в денежном эквиваленте. Ну, на этом, собственно говоря, моя информация уже вся предоставлена. Теперь мне было бы, наверное, ответить на ваши вопросы, в том числе, например, что непонятно, или, например, с какими сложностями вы тоже сталкиваетесь. Возможно, у вас есть тема, которую вы хотели бы обсудить. Ну, например, в каких-то других вебинарах, с тем, с чем вы постоянно сталкиваетесь, или то, что вас беспокоит. Подождем, у кого-то, кто-то вроде начал писать. Я пока вам напишу почту, на которую вы можете написать свои вопросы, чтобы я вам могла уже индивидуально направить либо информацию, либо ответ на вопрос. Так, сейчас, секунду. Это моя почта, поэтому, пожалуйста, пишите вопросы. Те вопросы, которые были заданы, и на которые я не смогла ответить, или, ну, запрос дополнительной информации, я записала. Напишите мне, пожалуйста, чтобы я обязательно вам отправила. Я очень рада, что вам понравилось. Где-то я, конечно, заикалась, иногда теряла мысль, но очень рада, что вам это, ну, так скажем, было полезно и интересно, потому что все-таки налоги, это, ну, достаточно нерадостно и не всегда просто. Хотя, если понять, как это живет по логике, что на что влияет, это становится гораздо проще. То есть, неважно становится там, какие они есть, какая ставка. Если вы понимаете факторы, которые влияют, вы всегда можете посчитать. Все, вопросов, а, нет, еще есть. Просто я хотела уже распрощаться, но вот кто-то пишет. Спасибо вам большое за то, что вы пришли, за то, что вы были со мной до конца, за то, что вы постарались разобраться. Буду рада вашим вопросам. Обращайтесь за информацией. Если кому-то что-то нужно объяснить, не стесняйтесь, обращайтесь на самом деле, потом вам просто будет легче жить. Ну, и вообще, как будущим и, возможно, уже нынешним бизнесменам, предпринимателям, будущим миллионерам, я рекомендую не забывать одного. Всегда, что-то выбирая, ищите факторы, анализируйте и обязательно считайте. Всегда. Слово «кажется» там будет прибыль, не работает. Посчитайте хотя бы на коленке. Все. Всем огромное спасибо. Всем хорошего вечера. До новых встреч. Пока.